Детский стоматолог и одновременно чемпион сурдолимпийских игр Бетал Абазов встретился с молодежью Нальчика. Диалог с защитником сборной страны по футболу среди глухонемых приурочили к эстафете Олимпийского огня. Как говорят организаторы, лучше всего приобщать молодежь к спорту через живое общение. Сюжет Адама Абазова. 25-летний чемпион сурдолимпийских игр по футболу немного смущен. Это его первая пресс-конференция, а тут еще и сверхлюбопытная молодежь. Из зала десятки вопросов, начиная с того, что любит читать, и заканчивая особенностями общения глухонемых на футбольном поле. Как? У нас глаза хорошо, вот зоркие, вот внимательно очень смотрим, говорят друг на друга, привыкли к этому, больше общения глазами, только глазами. Официальная встреча плавно переросла в непринужденную беседу. Оказалось, чемпиону не чуждо чувство юмора и самоирония. Ну а в завершении Беталу Абазову вручили почетную грамоту от Республиканского молодежного центра за вклад в развитие республиканского спорта. Это, наверное, самое небольшое, что мы можем сделать. Я так думаю, что его коллекция, она, наверное, не самая высокостоящая, но, по крайней мере, от чистого сердца. После Бетал сразу же отправится на стадион. Чемпион, не пропуская тренировки, даже в самые морозные дни и каждый месяц ездит на сборы в Северную Осетию. Футболисты из Кабардино-Балкарии сейчас выступают за команду Алани. Осетия, говорят, я выберу только потому, что команда сильная была и по контракту мне пришлось, говорят, переехать к ним и играть в их команде. Но после контракта я хочу переехать обратно. Контракт закончится через три года. Ну а пока Бетал готовится к очередным сборам и мечтает когда-нибудь создать школу для ребят, которые, несмотря на объективные трудности и ограничения, очень хотят играть в футбол. Адам Абазов, Марат Татруков, Вести, Абардино-Балкария.